Всем привет! Сегодня будет очень такое душесчипательное, эмоциональное письмо. Очень интересно. Я попрошу вас не сразу правду матку рубить то, что вы думаете, заслушайте до конца, послушайте, что я скажу по этому поводу. И таких защитников старой закалки советского времени, типа надо терпеть, надо там ждать и всякие прочие такие моменты, я прошу придержать коней, потому что бывает в жизни лучше порой бежать, рвать, метать и ничего не ждать, улучшений каких-то. Давайте переступим к письму. Здравствуйте, меня зовут Юля, мне 25 лет, в Турции живу на данный момент, в Анкаре уже почти 2 года. Родом я из Беларуси, мне очень-очень нужна ваша помощь, так как я нахожусь в тупике, начну, пожалуй, с самого начала. Познакомились мы в интернете, как и большинство. У меня не было серьезных планов, я всего лишь хотела вспомнить английский язык и попрактиковать общение. Когда мы стали общаться и переписываться с моим нынешним парнем-турком, сам он из Трабзона, он представился мне македонцем-европейцем. Мы с ним общались замечательно, понимали с полуслова. У меня был такой роман впервые в жизни, я даже никогда не могла подумать, что можно влюбиться через сеть, когда до этого осуждала таких людей. И тут он предлагает увидеться, так как он по работе ездил в Киев, решил метнуться и в Беларусь, чтобы увидеть меня. Конечно, когда мы виделись, я была без ума, хотя настраивалась на то, что мы можем и не понравиться друг другу, или в чем-то другом не сойтись, но все прошло на ура. Затем мы встретились в Киеве, и такое отношение длилось полгода. И тут я понимаю, что все это ненормально, не быть рядом с человеком, которому чувство, да и непонятно, к чему это приводит, так как все постоянно, все стоит на одном месте. После мы разговаривали на эту тему, я даже думала разойтись, так как я не приверженец отношений на расстоянии, это сплошная боль. И тут все началось. Он признался, что он турок, а не македонец. Просил прощения, говорил, что не знал, что все может так зайти далеко. Да и то, что узнав, что он турок, я бы и не стала с ним дальше общаться. Ну, в этом-то он и прав. Поэтому простила, потому что для меня это большого значения и не имело. Переехав буквально после двух месяцев того разговора, я поняла, что попала в другую галактику. Честно говоря, мне сразу все это не понравилось. Мужчины постоянно обращают внимание. После моей страны я в шоке, что тут одни мужчины. Мне было крайне неприятно от этого, так что я даже краситься перестала, что меня так же мой суженый попросил. Скрипя зубами, я дала коже отдохнуть на пару месяцев. Мой турок всегда за меня боялся, постоянно звонил, уточнил, где, что. Слава богу, это исчезло после года совместной жизни. Теперь он уже знает, что я хорошо ориентируюсь и могу выкрутиться из любой ситуации. Хочу обратить внимание, что год мне дался очень тяжело. Я не воспринимала никаких людей. Язык казался сложным, казалось, что все для тебя, что все тебя обговаривают. Да и как только понаплыли арабы, сирийцы и так далее, то все только усугубилось. Приведих меня выворачивает. Я не говорю о культурных арабах, а именно о тех, которые смотрят на женщин, на наших, как на инопланетян. Не соблюдают турецких правил, грязные, отвратительно снуют по всей Анкаре и выпрашивают деньги. Спустя год он познакомил меня с мамой. Она вроде улыбалась, была гостеприимная, но я за это время хорошо узнала турчанок. И как выяснилось, в ней еще та змеюка. После того раза я ее больше не видела. Как выяснилось, маман его против меня. Да и вообще иностранок. Ой, классика жанра, честно говоря. Запретила ему видеться со мной и сказала до брака ни-ни. Так в тот раз, когда я играла роль, что я якобы только с аэропорта, она вынесла ему мозг. Звонила как сумасшедшая. Простите, конечно, для меня это ненормально. Каждый час практически выговаривая, что грех спать, что нельзя это все до брака, и что я русская. Значит, разведусь через год и ребенка заберу. Да и брат еще женился на хиджабе, на девушке в хиджабе, из очень консервативной семьи. Как вы понимаете, мама мне уже заочно не нравится. Папа у него нет, он давно умер. И, кстати, живем мы в Анкаре. И его семья тоже живет в Анкаре. Но мы скрываем то, что мы вместе уже два года. Дабы не расстроить его маман. Она считает, что сын уехал в другой город по работе. Я когда это читала, девочки, я обалдела. Вот эта ложь и менталитет уничтожают во мне что-то. Ежемесячно я в депрессии из-за лжи, из-за того, что мой суженый не может определиться, мы вместе или нет. Я вообще не понимаю, как можно не сказать маме в лоб о том, что это твой выбор. В любом случае, со временем полюбила бы. Я очень ждала предложения, оставила сроки ему подумать. А в итоге все пришло к тому, что я сама все предпринимаю. А именно, мне тяжело здесь жить. Я понимаю, что тут во мне проснулись нотки ненависти к нациям и к менталитету. Есть города, которые могут запасть в душу. Но в Анкаре я чувствую, как будто пропадают лучшие годы моей жизни, что ли. А вот то ли жить в Измире. Переехать мы не можем, так как его любимая мама не сможет без него. Он у нее любимчик. И он не может жить в одной стране, но в разных городах. Хотя она думает сейчас, что он же в другом городе живет. Он вообще желает жить чуть ли не в одном доме с ней. Опять маразм. Ей 54. Живая, здоровая тручанка. Да и брат с женой будут жить под боком у нее. И вот я сижу и думаю. Почему я как жертвенная овца ставлю на алтарь свои годы, свой нрав, менталитет. Стараюсь ужиться. Заработать я не завишу от него. Работаю с детишками в детсаду и очень довольна. Обожаю детей. Они уже как свои. Просто все равно здесь он меня облагает правилами вроде. Не краситься сильно, не носить ничего мега сексуально. В этом, конечно, для меня нет проблем. Но проблема в том, что даже летом я не могла одеть платье на бретельках ниже колена. Для него это сексуально. Говорит, что если поженимся, чтобы я слушалась, ездила домой к себе только с ним. Не более, чем на две недели. И все в таком духе. Оно вроде и не критично, так как отпуск более двух недель, то и вряд ли кто даст больше. Ну, в смысле, на работе не получится. Но сам факт правил каких-то запретов просто невыносим. Мы об этом разговаривали не раз. Я умею за себя постоять, но я предполагаю, что такая жизнь может сломать меня где-то. Он заботливый, любящий, хороший семьянин. Все в семью, все с любимыми. Но сам факт наличия неадекватной мамы, орущей постоянно, наличия хиджаба и ограничений, которые касаются только Турции, не дают мне покоя. Постоянно ощущаю себя, что мне надо бежать. И вроде человека я люблю, но очень не хочу оставаться и жить в арабо-турецкой стране. С корня, с маразматическим менталитетом, как по мне. Я привыкла жить свободно. И не понимаю сейчас, а стоит ли вот так кардинально все менять, расти детей, налаживать контакты с его консервативной семьей. Или не стоит вообще бояться переменной, просто уехать, освободить себя и строить планы развития. Работа учителем это максимально, что мне тут может позволить. Вы всегда даете правильные советы девочкам, посоветуйте и мне прошу. Я планирую уезжать, точнее сбегать после нового года. О своем плане я ему не раз говорила, но он до сих пор ведет переговоры в ритме. А если мы поженимся, ты будешь меня слушать. Я буду к маме ходить каждый день. Я не хочу, чтобы ты домой ехала более чем на две недели. Ребенок будет мусульманином и так далее. И все это обсуждалось без истерик, за столом переговоров. Но я не хочу больше с этим мириться. Все то, что я делаю, как живу, это максимум я могу дать этого ему. Через себя переступать не собираюсь. Не такая я простая. Пожалуйста, дайте совет. Возможно, среди строков вы что-то подметите. Заметили мне помощь, мудрая женщина, нужна как никогда. Спасибо огромное. Если ответите, жду с нетерпением. Я вам так скажу, что это тот случай, когда не надо ничего ждать. Тут ворох, куча всего. Тут мужчина, простите, который не любит. Который обманывает свою мать, которую любит. Который готов сказать, что он уже в другом городе. Ну это вообще ужас. Он не принимает решения. Это будет тянуться, поверьте, очень-очень долго. Не два года, а еще лет пять может тянуться. А потом, может, вы вообще не поженитесь, остались за бортом, потому что ему найдут закрытую, им угодную, какую-нибудь там кузиную родственницу, их новой невестки, которая в хиджабе, на которой брат женился. В общем, тут уже куча-куча всяких проблем. Куда ни ткни все проблемы. Да, я самое главное, короче, что хочу выделить. Это не ваша страна. Это не только именталитет. Это не по вашим нравам. У вас со всем этим идет сопротивление. Не надо себя мучить, когда вам не в радость все вокруг. Я поддерживаю вас в том, что вы должны уехать отсюда. Расстаться с этим человеком. Ваша задача сейчас просто сделать это правильно. Если он, скажем так, какой бы он правильный, хороший, либо добрый, любящий к вам не был, мужчина обиженный, мужчина брошенный, если вы сбежите или как-то там, не знаю, прерваете с ним отношения, в общем, брошенный мужчина страшен в своем гневе. И когда вы будете уезжать, понимаете, что вам сюда обратно дороги больше не будет. Если вы сюда вернетесь, вам будет только хуже. Вам, в принципе, здесь все не нравится. Если вы с ним обратно начнете возобновить отношения, ну, какие-то проблемы у вас, скорее всего, с ним начнутся. Вам это нафиг надо, короче говоря. В общем, мужчина в гневе может быть очень страшно. Он может сместить, он может приехать, смотреть, чтобы он не знал, где там вы живете, либо где дома вы вернетесь, посеетесь. В общем, сжигайте мосты, сжигайте, если вы собрались, как говорите, сбегать отсюда. Перспектив тут точно никаких нет. Тут вообще не о чем говорить. Мужчина просто отвратительное его поведение. Он врет всем все и вся, он ничего предпринять решение не может, он врет своей матери, он ее боится, вам что-то обещает непонятно чего. И как вообще можно о нем сказать, он все в семью такой любящий, как любящий? Как он вас любит, если он вам дает боль в отношениях? Вы хотите, он не решает проблемы, которые вам приносят боль. Это разве любовь? Когда любишь человека, ты ему стараешься для него, ты узаканиваешь отношения, а он сам в страхах. Он просто непонятно, во что ввязался. Он, мне кажется, вообще не врубается, что вокруг вас происходит в ваших отношениях. Вообще, я когда это читала, у меня вот такие глаза были, что жить в одном городе с родной матерью, врать, что ты живешь в другом городе. Тогда вы играли роль того, что вы только что с аэропорта приехали. Вообще, чего вы здесь ждете, сидите? То есть, бегите, уже давно пора было бежать отсюда. Вот ваша главная сейчас задача хорошо обставить свой отъезд. Я не знаю, пустит он вас или нет, если бы по-правильному правильно вообще было, да, ему здесь сказать, сейчас мы расстаемся, я уезжаю. Но фиг знает, что у него в голове будет, он обижен или еще что-то. Я вообще не представляю его характер, да, тем более он много чего запрещает в поведении. Может, он какой-то агрессор скрытый, да. Правильно бы было, да, вам уехать, а уже оттуда я бы так сделала. Это было бы, вдруг вам как-то, не знаю, не знаю, побьет вас в конце концов, да, еще что-то. Не знаю, соберет ваш паспорт и билеты там, еще что-то. В общем, не даст вам возможности уехать из страны. Поэтому, да, вы должны быть в безопасности, находиться от него и уже прервать отношения. Но поговорить с ним надо будет и сделать это правильно. Вы должны ему привести по факту, вот мы не женимся, мы, я не хочу, мне не нравится. То, что ты мне там то-то, то-то запрещаешь. Вы выговариваете все, что вам не нравится и окончательно говорите. Наши отношения заканчиваются, все, мы с тобой не вместе, все, до свидания. Вы блокируете этого человека в своей жизни везде и вся, и все. Потому что если мужчина, он может быть либо агрессивным, либо он, значит, маньячить каким-то образом, да, вас преследовать, к вам приехать, пытаться помириться. Просто такой есть тип мужчин, которые не верят в то, что с ними расстались. Это у них определенные проблемы есть. Они считают, что они идеальны. Они будут всевозможны у вас пытаться заманить обратно в отношения, обещать вам золотые горы, целовать там ваши ноги, одаривать подарками. Будьте готовы к тому, что он начнет, естественно, вас заманивать, он будет вам врать. Поймите просто, что он врун по жизни. Он безответственный маменькин сынок и врун. Он врет своей матери, которая очень сильно любит и боится при этом, но он продолжает врать. И вам он врать будет обещать, что все изменится, что вы поженитесь, что детей там нарожаете, что мама вас полюбит и всякий вот этот бред. Это будет все вранье. Потому что если бы это было на самом деле, это бы уже произошло. И два года вы бы там не жили на птичьих парах, непонятно кем. И вот эта ложа адская просто, что он нагородил, он заврался уже. И в первую очередь заврался для себя самого. Просто уезжайте, разрывайте отношения, но понимайте, что обратной дороги нет. И здесь не надо убиваться. Ой, он такой все в семью. Единственное, что у него хорошее было, он все в семью, любящий и тра-та-та-та, заботливый. Ну блин, нет у вас семьи, не любит он вас, он вас не заботится о вашем спокойствии моральном, чтобы с мамой с ним сложилось. Вы все это прекрасно понимаете. И на фоне вот этой, на фоне этих нехороших отношений с ним, его отношения пофигистическое с какой-то стороны к вам, вы прекрасно все это видите. И у вас и ненависти к людям вокруг, и к нравам. У вас на самом деле это вся ненависть к нему. Но так как вы вроде бы типа как его любите, вы так думаете, у вас еще такие чувства есть, вы начинаете вокруг все ненавидеть. Да, менталитет ваш действительно не подошел сюда. Характер у вас другой, все другое. Но в первую очередь это проблема с мужчиной. Это ваша злость на его непринятие решения, на его инфантильность, на его ложь к матери. На их в принципе отношения вам этот человек не подходит. Не страна. И поверьте, я вам честно скажу, вы можете встретить турецкого мужчины с другой семьи, дорогих взглядов, с другого воспитания, которое вам подойдет, с которым вы здесь сможете жить. И люди вам будут не так не милые, поведение, вы это просто замечать ничего не будете. Потому что вы будете в нормальных, гарматичных, в любовных, хороших отношениях, где мужчина будет о вас заботиться. Вот в чем дело. Проблема в мужчине. Да, у вас менталитет немножко не подошел, но главная проблема в нем. В общем, я вам желаю, я поддерживаю вас, то, что в вашем переезде, желаю вам хорошо это все пройти. Главное, грамотно сейчас вам этот шаг продумать. Значит, обратной дороги нет, чтобы для вас это были минимальные моральные, физические какие-то потери. Я вам желаю удачи в новом наступившем году. Держитесь, я морально с вами. Если что-то там надо будет, пишите на почту, я вам отвечу, что-то какой-то советовать или еще что-то. Девочки, кто со мной согласен, то считает, что из таких отношений нужно просто бежать, это побег из стороны от человека. И дайте, пожалуйста, советы, как грамотно девушке это сделать, чтобы у нее было минимум каких-то потерь. Жду ваших комментариев, советов. Скоро увидимся. Всем пока.